Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня понедельник, 3 июля по новому стилю или 20 июня по старому. Идет Петров пост, и сегодня совершается память. Мучеников I-II веков Инны, Пинны и Риммы. Священномучеников начала IV века Аристоклия Пресвитера, Димитриана Дьякона и мученика Афанасия Чтеца. И священномученика Мефодия и епископа Потарского. Святители Левкия, исповедника епископа Врундисиопольского V века. Благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского. И память святителя Мины, епископа Полоцкого XII века. Праведного Николая Кавасилы XIV века. Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского в 1630 году. Прославляется икона Божией Матери Моденская, Касинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим об удивительном святом, который, не будучи облечен в священный сан, был прославлен как православный богослов и литургист, ученый-энциклопедист, философ, писатель и представитель византийской традиции исихазма. Это святой праведный Николай Кавасила. Два солунских святых из XIV века носили имя Кавасилы. Старший Нил, дядя Николая, по общепринятому мнению, управлял солунской паствой до 1340 года при императоре Иоанне Контакузине. Младший Николай родился в 1320 году в аристократической семье в Фессалонике. Детство его прошло под наставничеством дяди. В 1335-1340 годах Николай получает классическое образование в Константинополе, где изучает философию, риторику, грамматику, естественные науки. Источники свидетельствуют, что уже в 1330-х годах Николай Кавасила находился в тесной связи с исихастским движением. Его духовным руководителем в годы юности являлся ученик преподобного Григория Синаита, будущий константинопольский патриарх, и сидор Бухир. Начиная с 1341 года, Кавасила активно участвует в политической и религиозной жизни. Патриарх Иоанн в 1343 году посылал его, в числе других, к императору Иоанну Контакузину, чтобы убедить его отречься от престола. Но когда тот был коронован в Адрианополе, и когда Фессалоника и другие города перестали противодействовать его партии, посольство в 1346 году отправилось к его сыну Мануилу, чтобы обещать ему покорность под некоторыми условиями. И в этом посольстве был Николай Кавасила. Может быть, путем этих самых отношений Николай приобрел благосклонность Контакузина. По крайней мере, сам Контакузин говорит, что удостаивал своей дружбы и даже причислял его к лучшим своим друзьям. В результате святой Николай был другом и советником императора Иоанна Контакузина на протяжении многих лет. Поддерживал его во время гражданской войны и с трудом спасся от смерти в дни страшной резни фессалоникийской знати зелотами в августе 1345 года. В 1347 году Контакузин поручил Кавасиле сопровождать новоизбранного архиепископа фессалоникийского Григория Паламу на его кафедру. Солунине не приняли святителя. Он и Кавасила направились на Святую Гору, где пробыли год. Будучи склонным к созерцательной монашеской жизни, император Иоанн Контакузин в 1349 году удалился в монастырь Святого Мамонта и потом перешел в монастырь Манганийский, недалеко от Константинополя. В это добровольное изгнание последовали за ним Димитрий Кидоний и Николай Кавасила, мужи, по словам самого императора, достигшие вершины внешней мудрости, не менее любомудренные и в делах, избравшие жизнь, целомудренную и свободную от несчастий брака. Пребывание императора и друзей его в монастыре было непродолжительным, когда Контакузин незадолго до своего отречения ради принятия монашеского пострига призвал в соправители себе сына своего Матфея и палеолога Андроника, Кавасила опять встречается в числе посредников, которым надлежало вызвать удалившегося патриарха Каллиста и заставить его короновать Матфея. Но когда Каллист отказался, приступили к выбору нового патриарха, и на это место предложены были Мирянин, Николай Кавасила и еще двое архиереев – Макарий Филадельфийский и Филофей Ироклийский. Император избрал последнего, и он карнавал Матфея. Но этот случай показывает высокий авторитет Кавасилы среди современников, раз его предлагали возвести прямо на патриаршую кафедру, что с мирянами бывало редко. В то же время Николаю Кавасиле, как приверженцу исихазского учения, пришлось иметь спор о природе фаворского света с Никифором Григорой, последователем Варлаама и Акиндина. На созванном в 1351 году в Лохернском соборе Николай Кавасила выступал твердым защитником православия и строгой аскетической жизни. Один только краткий перечень сочинений Николая Кавасилы может показать его литературную многосторонность и плодовитость. К самым ранним его произведениям относится отрывок из комментария его на Птоломея. Ко времени занятия его делами церкви в звании Сакеллария нужно отнести сочинение «О росте против ростовщиков» – книгу о неправильных тяжбах гражданских начальств по отношению к церковным предметам. Немало осталось от него отдельных слов нравственных на праздники и похвальных. Из богословских произведений его известны «Какая цель воплощения Господа» против заблуждений Никифора Григоры, изложения на пророка Иезекииля, «О душе» и другие мелкие сочинения и письма. Однако слава Николая Кавасилы как богослова-мистика покоится главным образом на его сочинении «О жизни во Христе». В семи главах этого выдающегося произведения Кавасила подвергает глубокому рассмотрению и исследованию природу православной духовной жизни. Также известным творением Николая Кавасила является его изъяснение божественной литургии. Мирянином он, очевидно, оставался до конца жизни. По крайней мере, ни один из дошедших до нас источников не говорит о принятии Кавасилы монашеского пострига или священного сана. Вероятной датой кончины праведного Николая Кавасилы является 1397 год. Святый праведный Николая, моли Бога о нас! До новых встреч, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok